Аварии на Чернобыльской атомной станции продемонстрировали неподрактированность ветеринарной службы до действия в независимых ситуациях. Специалисты на местах не только никогда не видели соответствующих обстреливаний, а и даже теоретически не видели, как на импортировать. У вынику тысячи голов буйной рогаты живёли, но всякий случай заховали в могильниках. Наявность проблем в работе ветеринарных служб я еще раз подтвердила аварии на японской Фокусиме. Ситуация у Воголя оказалась настолько серьезной, что два года тому у МГТ вы решили реализовать специальный проект На региональные курсы УГОМИЛ запросили 30 специалистов из 16 краин света. В якости базы обрали институт радиологии, засегнение якого сегодня признано на международном узровне. Запас в чернобыльский период тут не только подрактовали некакие десятки практичных рекомендаций, а и распроставали препараты по снижению дозы утромания радионуклида в организмах живёл. Особливую актуальность этой проблемы сейчас набывая в приватном секторе. Население сегодня на загрязненных территориях стареет и, естественно, переходит на содержание, например, мелкого рогатого скота, такие как козы. Но есть проблемы здесь в том, что поступление ЦЕЗИ-137 в молоко коз 10 раз больше по сравнению с содержанием, например, том же коровьей молоки. Снижение узровня радионуклидов у организма живёл. Сегодня проблемы не только науковые, а и экономичные. Техничный рекламент Мэттного Союза, например, дозволяя реализацию тоже Ялвичины, при норме не больше 200 бекерелей. У Беларуси эта норматива была в 2,5 раз выше. Пытание харчовой безопасности выходит на первое место, а тому подрактовка специалистов от поведенной квалификации набывая особливую актуальность. Причем, когда на первых этапах они получали шляхи удосконаливания самой системы рогования на ядерные и радиационные аварийные ситуации, то зараз основная увага в окраснении сучастных приборов дозиметричного контроля в полевых и лабораторных умовах. В середине начнутся практичные эксперименты с наведыванием сельскохозяйственных организаций, а также перепрослуживших предприемств в Гомельской области. Участники будут изучать, как измерять продукцию животноводства и как интерпретировать результаты анализов. А затем они будут отправлять эти результаты в органы, которые принимают решение. И потом уже только эти органы примут решение о том, можно ли выпускать эту продукцию животноводства на рынке или необходимо ее утилизировать.